Всем привет! С вами Омбра. Давно не виделись. Прежде всего, я хотел бы извиниться перед своими зрителями и подписчиками за то, что последнее прохождение на этом канале я прервал, не закончив. Тому было две основные причины. Во-первых, прохождение вышло для меня уж очень трудозатратным. Я проходил его на английском языке и затем вручную снабжал субтитрами. Я несколько не рассчитал свои силы и, как оказалось, этот формат все-таки крутоват для меня. Я все-таки не профессиональный ютубер и занимаюсь этим в свое свободное время, и это оказалось для меня крутовато. Во-вторых, что, пожалуй, даже более важно, часть зрителей отметила, что это прохождение выходило каким-то более безэмоциональным, менее зажигательным, чем другие мои прохождения для этого канала. Опять-таки, отчасти это связано с языковым барьером. Как бы то ни было, я решил не тратить свое и ваше время на не самое удачное прохождение и просто решил его прекратить. Прежде чем мы перейдем к основному топику сегодняшнего видео, хочу отметить, что я завел дополнительный канал. Ссылка на него есть в шапке этого, моего основного канала. И на этом дополнительном канале, который называется «Жизнь Чата Бранте», будет выложена постепенно, в течение ближайших месяцев, наверное, частовая версия золотого прохождения, золотого пути жизни и страданий господина Бранте в моем исполнении. Сразу скажу, это будет, скорее всего, уже точно последнее прохождение данной игры от меня, потому что я сделал с этой игрой буквально все, что хотел. Я нашел свой идеальнейший золотой путь. Мне бы хотелось, чтобы этот путь был записан без помех со звуком, которые сопровождали исходный вариант золотого пути, потому что в этот момент у меня как раз отказывал микрофон и были проблемы со звуком. Я бы хотел, чтобы в золотом пути проблем со звуком не было, поэтому я решил золотой путь перезаписать начисто, но чтобы не дублировать, по сути, уже имеющийся контент на этом канале, я завел под него отдельный канал и там выложу эту частовую версию. Если желаете, вы можете подписаться на этот дополнительный канал. Сразу скажу, что в последней версии вот этого золотого пути, в последнем моем прохождении жизни и страданий господина Бранте, будет кое-что, чего не было в исходной версии золотого пути, будет то, чего, в принципе, не было, пожалуй, еще ни в одном моем прохождении, но в целом это все тот же путь имперского дворянина Гигачада, просто переписанный уже начисто, без помех со звуком и немножко в другом стиле, чем прочие мои прохождения. Мне хотелось под конец сделать что-то особенное. Так что, если желаете, подписывайтесь на жизнь Чада Бранте и следите за обновлениями, даже если вы не хотите пересматривать этот путь, лайку, подписки и колокольчику, чтобы об этом пути узнало как можно больше людей, я в любом случае буду рад. Разговор у нас сегодня пойдет о ролевых играх, в том числе о настольных ролевых играх. Как-то так странно получилось, что настольные ролевые игры – это мое главное и любимое хобби, но на этом канале я говорил о них достаточно мало. Надо бы это дело исправить. Вот сегодня мы и попробуем его исправить. Мы поговорим сегодня о тех способах построения сюжета, о тех моделях и схемах сюжета строения, которые используются в ролевых играх. Почему я делаю такой акцент именно на ролевом аспекте? Потому что ролевая игра, на мой взгляд, предполагает наибольшую интерактивность игрового мира и наибольшую вариативность в путях прохождения игры игроком или игроками, чем любой другой игровой жанр. Ролевая игра по определению предполагает отыгрыш роли игроком. А как отыгрывается роль? Что такое отыгрыш вообще? Отыгрыш – это совершение игроком от лица своего персонажа неких поступков, принятие неких решений и совершение неких выборов. Но выборы и решения по определению предполагают вариативность опций, из которых можно выбрать. Соответственно, ролевая игра предполагает вариативность в путях прохождения. Особенно это верно, конечно, для настольных ролевых игр, которые не ограничены строчками компьютерного кода, графикой, мощностями машины, бюджетом. Да и вообще, по факту, ничем не ограничены, кроме воображения участников, и, может быть, правил игровой системы. И то не всегда, потому что некоторые игровые системы очень вольны в правилах, скажем так. Там правил мало, и они достаточно вольно трактуются. Сегодня мы с вами разберем три основные способа построения сюжета в ролевой игре. Это рельсы, песочница и фронт. Еще одна причина, побудившая меня взяться именно за это видео, вот именно за эту тему, то, что эти термины в ролевом сообществе используются очень часто, но разными людьми они часто используются по-разному. И иногда понять, что имеете в виду вы, когда говорите песочница, и что имеет в виду ваш собеседник, не так уж просто. И может выяснится, что вы имеете в виду совершенно разные вещи. В принципе, любой уважающий себя блогер, эссеист, видеоблогер, просто человек с группой ВКонтакте, посвященной ролевым играм, в какой-то момент, я уверен, считает необходимым прояснить вот эти два или три термина. С фронтом чуть посложнее, но он тоже уже, в принципе, в эту троицу входит. Так вот, считает нужным каждый человек прояснить эти термины и как-то вот внести ясность, как-то их для себя структурировать. Я в данном случае не исключение, я тоже хочу структурировать, тоже хочу внести ясность, тоже хочу об этих терминах поговорить, чтобы, возможно, те, кто посмотрит это видео, сумеют чуть лучше понять, что, как правило, имеется в виду. И что имеют в виду, ну, как минимум, такие люди, как я, когда говорят «рельса» или «песочница». Смею надеяться, я достаточно среднестатистический представитель ролевого сообщества, и как бы не я один использую эти термины так, как использую. Давайте же разберем эти структуры по порядку и, разумеется, с примерами. Поехали! И начнем мы с рельсы. Она же по-английски «railroading», буквально езда по рельсам. Из всех терминов, которые мы сегодня будем разбирать, вот этот ролевиками чаще всего используется как пиератив, как ругательство, как негативно-оценочное определение. Считается, что в ролевой игре рельса – это показатель некой такой, ну, злокачественности. Как бы делать рельсу или водить рельсу, если мы говорим про настольную ролевую игру, это такое, это считается немножко моветоном. Чтобы понять почему, давайте попытаемся определить, что вообще такое рельса. Если определять это одной фразой, я бы сказал так. Рельса – это неинтерактивная структура сюжета в интерактивном медиа. Мы с вами говорили несколько минут назад о том, что ролевая игра по определению интерактивная медиа, очень интерактивная. Она предполагает вариативность. Так вот, рельса – это такая структура, которая вносит в интерактивные медиа жесткую неинтерактивную структуру, буквально похожую на железную дорогу. Если выделять у рельсового сюжета какие-то конкретные признаки, то я бы выделил таких признаков три. Первый – это жесткая последовательность сцен. То есть, в рельсовом сюжете игроки, их персонажи, соответственно, тоже, должны пережить некую последовательность сцен, которую задумал ведущий или разработчик игры, и они не могут с этой последовательностью ничего принципиально сделать. Подобно тому, как пассажир в поезде не может выбрать, через какие станции проедет поезд, и на каких станциях он остановится. Вот классический пример рельсового сюжета – это такой вот типичный модуль героического фэнтези, например. Вот у нас есть первая сцена, в которой герои получают в таверне квест от таинственного незнакомца. Если герои по какой-то причине хотят от этого квеста отказаться, ведущие вводят какие-то внешние факторы, которые заставляют их этот квест взять. Ну, например, то, что в таверне сидят слуги таинственного незнакомца, которые направляют на героев мушкеты, пистолеты, арбалеты, и говорят «А ну, берите квест, а то убьем вас на месте». Нельзя пропустить сцену получения квеста. Затем наступает вторая сцена, в которой герои попадают в подземелье, где им нужно выполнить квест, и там они сталкиваются с неким монстром и должны его победить. Затем наступает третья сцена, в которой таинственный квестодатель предает героев и пытается их убить, чтобы забрать себе те сокровища, которые они добыли в пещере в предыдущей сцене. И опять-таки, если герои предпримут какие-то дополнительные даже усилия, чтобы таинственный незнакомец их не предал, он их все равно предаст и попытается убить, потому что сцена так задумана. Вот она жесткая последовательность сцен, вот она классическая рельса. Сцена 1, сцена 2, сцена 3. Пропустить нельзя, порядок изменить тоже нельзя. Из этого вытекает второй признак рельсового сюжета – ограниченность вариантов прохождения. Несколько минут назад я говорил о том, что в ролевых играх, по идее, должно быть много вариантов прохождения, они как бы это предполагают, но рельса ломает эту парадигму и говорит – нет, дружок-пирожок, вот эту сцену ты можешь пройти только так, так или так. А иногда, в совсем жестких случаях, вообще автор модуля или автор игры может сказать – один и единственный способ есть пройти вот эту сцену или вот эту игру. Приведу пример конкретный, чтобы было понятнее, вот что такое – это ограниченность вариантов прохождения. Пример этот будет относиться к сеттингу старого мира тьмы, такого, значит, готического городского фэнтези с апокалиптическим элементом, изданный официально модуль под названием «Полынь». Это, чтобы был понятен контекст, это сценарий вампирского апокалипсиса, когда, значит, на Земле наступил конец света для вампиров. Значит, в этом сценарии Господь-Бог насылает на Землю некое жуткое бедствие, которое постепенно убивает всех вампиров. Ну, такой космический катаклизм. И группа вампиров, где в том числе находятся по замыслу модуля персонажей игроков, оказывается заперта в некой старой церкви, где по каким-то причинам это бедствие не действует, и вампиры там не умирают, и могут пережить этот апокалипсис до самого конца. И, собственно, весь модуль, вампиры заперты в этой самой церкви. Выйти из церкви нельзя. Какие-то предпринять усилия, чтобы предотвратить это бедствие или как-то его отменить, нельзя, потому что его наслал Господь-Бог, как бы что-то против него сделаешь. А если, например, какой-нибудь игрок решит, что он хочет, ну, то есть его персонаж хочет сожрать своих товарищей, чтобы, ну, крови напиться, чтобы протянуть до конца апокалипсиса, этого тоже нельзя сделать, потому что специально для таких случаев в модуль вписана огромная каменная горгулья, искренне верующая в христианского бога. Не спрашивайте, как это работает. Короче, это огромное каменное горгулья пропишет смутьяну люлей и не даст ему жрать своих товарищей. То есть это тоже предпринять нельзя. У персонажей игроков есть единственный способ дожить до конца модуля, это предаваться философским дерзаниям о природе своей человечности и разрешать те моральные дилеммы, которые будет кидать им ведущий. Больше ничего они делать не могут. Никаких вариантов как-то выбраться вот за пределы этой парадигмы, что мы сидим в церкви, значит, каемся и разрешаем глубокие моральные дилеммы, нет в этом модуле, да? Это классическая рельса, да? Вот единственный есть способ, как эту игру можно пройти. Из этого, в свою очередь, вытекает третий признак рельсового сюжета. Ограниченность и предзаданность концовок и результатов. То есть рельсовый сюжет принципиально отличается от нерельсового тем, что, подобно тому, как поезд всегда приходит на некую конечную станцию, в некий финальный пункт назначения, точно так же и рельсовый сюжет приходит, как правило, в одну единственную точку. И изменить этого игроки, их персонажи, соответственно, не в силах. Или, скажем так, выбор может быть дан, но этот выбор как бы между прохождением и геймобером, да? Это на самом деле не выбор. Опять-таки, приведу здесь пример из Старого Мира Тьмы, потому что Старый Мир Тьмы очень любил рельсу. Другой модуль, тоже сценарий вампирского апокалипсиса, под названием «Колыбель Господня». Там сюжет немножко другой. Там, значит, один из прародителей всего рода вампирского совершил страшное колдунство и подчинил себе всю биосферу планеты. Типа превратил всё живое на Земле в продолжение самого себя. И единственными живыми существами, ну, не живыми, скажем так, автономными существами остались персонажи игроков и важный неигровой персонаж, который выдаёт финальный квест. И вот этот важный неигровой персонаж, который выдаёт финальный квест, должен по замыслу авторов модуля подойти в какой-то момент к персонажам игроков и сказать, «Ребята, я знаю, как спасти мир от вот этого злобного, значит, прародителя и его колдунства. Надо сделать то-то, то-то и то-то». И описывает последовательность действий. И в модуле напрямую прописано, что игроки могут отказаться. Могут сказать, что, слушай, чувак, не по пути нам с тобой, не пойдём мы делать то, что ты хочешь, спасём мир как-то иначе. И модуль пишет, текст модуля в этом случае напрямую говорит, «В этом случае персонажи игроков проиграли». В этом случае они буквально ничего больше не могут сделать. В какой-то момент прародитель их тоже сожрёт, поглотит и превратит в продолжение самого себя. Если они не согласны идти по плану вот этого неигрового персонажа, они не могут сделать больше ничего. Это вот классическая рельса, да, абсолютная предзаданность концовки, потому что путь прохождения только один. Ты пройдёшь эту игру вот так или не пройдёшь вовсе. И, соответственно, ты пройдёшь её только на ту концовку, которая прописана в модуле и никак иначе. Надо, впрочем, отметить, что то, что я описал здесь, это вот прям классическая рельса. Прям такая кондовая рельса с Байкало-Амурской магистрали, которую можно загнать игроку в одно место. Но рельса рельси рознь. У рельсы есть некоторые разновидности. Я обозначу две из них, пожалуй, наиболее распространённые. Первое – это то, что я назвал бы развилочная рельса. Это такой тип сюжета, когда вот история до поры, до времени идёт прямо-прямо-прямо по жёсткой последовательности сцен, но потом разветвляется на два или более пути. Но фишка в том, что когда игроки делают выбор, на какой путь они свернут, то дальше продолжается та же самая рельса. То есть вот они свернули на какой-то из путей и снова поехали прямо-прямо-прямо-прямо. Очень часто такие развилки делают ближе к концу игры, когда они уже ни на что особо повлиять не могут, когда продумывать мало что осталось в плане сюжета, особо это ответвление не разветвит на самом деле сюжет, но просто, может быть, будут разные концовки. Приведу здесь два примера вот такой развилочной рельсы. Что интересно, обе из игр по «Звёздным войнам» почему-то. Не знаю, почему вот так совпало. Первый пример – игра Star Wars Jedi Academy. Она абсолютно рельсовая, она идёт по сюжету почти до самого конца, но на предпоследнем уровне игроку даётся один сюжетный выбор. Не буду спорить, какой. Но суть в том, что этот выбор определяет финальный уровень и финального босса. Если вы примете здесь одно решение, вы пройдёте по финальному уровню светлой стороны, и у вас будет финальный босс для светлой стороны. Если вы сделаете другой выбор, то вы выйдете на финальный уровень тёмной стороны, и у вас будет финальный босс для тёмной стороны, и, соответственно, другая концовка. Это развилка, но развилка, которая делается в самом конце, и эта развилка все равно ведет к новой рельсе, потому что после того, как вы этот выбор сделали, финальный уровень идет опять по прямой, да, без вариантов, без особых каких-то экзорсисов. Второй пример, игра более поздняя, Star Wars The Force Unleashed. Там вообще все еще проще. Там игра идет по абсолютнейшей рельсе, по абсолютно линейному сюжету до финального уровня. Финальный уровень тоже линейный, но в конце игрок может выбрать финального босса. Он может выбрать, с каким финальным боссом он сразится. И в зависимости от того, какого финального босса он выберет, будет концовка. Тоже либо светлой стороны, либо темной стороны. Две концовки. Но по факту вся остальная игра остается от этого неизменной. И битва с финальным боссом определяет только, ну, грубо говоря, финальные ролики, финальные кат-сцены. Да, и больше ничего. В остальном игра абсолютно линейная. Это вот развилочные рельсы. Второй вариант рельсы, второй подвид рельсы, который я бы хотел здесь упомянуть, это так называемая ромбовидная или замаскированная рельса. Вот представьте себе ромб. Или я его даже в постпродакшене на экран сейчас выведу. Вот ромб. У ромба одно основание, потом он разветвляется как бы на два угла, но эти два угла опять сходятся к вершине. Так и замаскированная рельса дает игроку иллюзию выбора. То есть она вроде бы дает выбор между двумя разными путями прохождения. Но на самом деле эти два пути все равно ведут в одну точку. Рельса от этого не перестает быть рельсой. Предзаданность концовки и ограниченность путей прохождения, она все равно остается, она никуда не девается. Приведу здесь пример. Ромбовидные рельсы обожала просто компания Telltale Games, которая делала вот эти вот интерактивные игры, интерактивные фильмы такие, да, где вы принимали разные решения, там выбирали, что делать, чего не делать, что говорить, как поступать. Логотипом этой компании был треугольник, но честно им куда больше подошел бы ромб, потому что почти все их сюжеты сделаны по вот этому принципу ромба. Я приведу здесь один пример, пожалуй, наиболее яркий, из игры The Walking Dead, Зловещие мертвецы, где вы играете за парня, который пережил зомби-апокалипсис вместе с группой других выживших. В один из моментов игры перед вами встает нравственная бля-дилемма. Вам нужно быстро принять решение, кого из второстепенных персонажей спасти от зомби, от нападения зомби. Вы можете выбрать либо сексапильную журналистку, либо жирного, но симпатичного гика. У вас ограниченное время, чтобы принять решение. Если вы быстро его не примете, игра примет его за вас, но в любом случае вы можете спасти только одного. Второго убивают. Казалось бы, это весомый, серьезный, значимый выбор. Вы выбираете, кто из персонажей выживет, а кто умрет. Но дальше смотрите, что происходит. Во-первых, кого бы вы ни спасли, этот персонаж перестает играть какую-либо активную роль в сюжете. То есть с ним остаются интеракции, с ним остаются какие-то диалоги, когда вы можете потрындеть с ним за жизнь, спросить его о прошлом, что-то о нем разузнать. Но на сюжет это никак не влияет. На геймплей это никак не влияет. Никаких принципиальных изменений в истории, в зависимости от того, кого вы спасли, не появится. А самое главное, две главы спустя, тот персонаж, которого вы спасли, в любом случае умирает в другой ситуации. И этого нельзя изменить. То есть формально, да, вы сделали выбор. Вы спасли либо сексапильную журналистку, либо жирного, но симпатичного гика. Но по факту вы ничего не изменили. Вы никак не повлияли на сюжет, а две главы спустя этот персонаж все равно умрет, и вы на это повлиять никак не сможете. Классическая ромбовидная рельса. И тут, подводя такой промежуточный итог нашего разговора, стоит задаться вопросом. Так почему рельсу не любят? Почему рельса считается признаком слабого вождения, слабости сценариста, слабости сюжетной конструкции в ролевой игре? На мой взгляд, ответ заключен как раз в том кратком определении, которое я дал изначально. Это не интерактивная структура сюжета в интерактивном медиа. Грубо говоря, рельса идет поперек всего того, что вообще делает ролевую игру уникальным способом получения фана. Вот это вот ощущение, что игровой мир у тебя на кончиках пальцев, что от твоих решений зависит, как этот игровой мир изменится, что дорога возникает под ногами твоего идущего персонажа. Вот эти вот очень классные, очень приятные ощущения, вот это вот чувство персонажной субъектности, которому я посвятил в свое время целое отдельное видео, вот это вот чувство агентивности, самостоятельности твоего персонажа, рельса все это отбирает и убирает. И возникает ощущение, что такая структура тебя немножко ограбила. И не так важно, на самом деле, насколько головокружительная эта рельса. Как бы рельса может быть движением электрички, а может быть американскими горками. Это не важно. На самых крутых виражах все равно будет вот это ощущение, что тебя загнали в рамки, что тебе не дают дышать, что твоему персонажу не дают дышать, что у тебя зачем-то забрали то, что делает ролевую игру ролевой игрой. К тому же у рельсы есть одна сильная опасность уже для ведущего или для разработчика. Ролевики народ любопытный, ролевики народ упрямый. Ролевики любят искать нестандартные решения. Когда им дают выбор А, Б и С, они хотят выбрать Д. И если рельса сконструирована не очень надежно, то игрок может просто вот толкнуться в одну сторону, в другую сторону, попробовать на прочность эту самую рельсу и просто тупо сломать сюжет. Потому что сюжет просто свалится, как поезд с рельсов, и ведущий уже не сможет его починить. Рельса безумно неадаптивна к импровизации. А, например, в настольных ролевых играх импровизация играет супер важный роль. И если ведущий не готов справляться с импровизацией игроков, то сюжет в какой-то момент может просто скатиться, как у нас принято выражаться, в анал-карнавал. А этого как бы никому не хочется. Вроде бы не за этим. Люди зачастую приходят играть в настольную ролевую игру. Поэтому рельса – это не только такой грабящий формат, но еще и достаточно небезопасный для цельности игры, для цельности сюжета и для нервов ведущих. За это, собственно говоря, рельсу и не любят. Следующий формат, о котором мы сегодня поговорим, это песочница. По-английски sandbox. Или даже wide open sandbox. Широко открытая песочница. Песочница зачастую позиционируется как такой формат антоним рельсе. Из этого иногда делают вывод, что если рельса – это сверхжёсткий и сверхрегитный сюжет, то песочница – это когда сюжету нет вообще. Когда просто вот игровой мир представляет собой такое широкое пространство, над которым, как над вратами Тилемской обители у Рабле, висит неоновый знак – «Делай всяк, что хочешь». Это не совсем так. Песочница не означает отсутствие основного сюжета, какого-то глобального сюжета игры. Во всех компьютерных играх, которые принято называть классикой песочницы, например, серии игр GTA, Grand Theft Auto, или какие-нибудь классические RPG с открытым миром вроде Готики, или серии Elder Scrolls, или Ведьмак, в конце концов, есть основной сюжет. Зачастую довольно эпичный, довольно размашистый основной сюжет с крутыми поворотами, высокими ставками, судьбами мира на кону и прочим, и прочим. Но, тем не менее, эти игры считаются песочницами. Так в чём же, собственно, затык? Что тогда считать основными признаками песочницы? Я бы выделил, опять же, три основных признака игры песочницы. Первое – это игровой мир с широкими границами. Песочница редко бывает игровым миром прям вообще без границ, в случае с компьютерными играми, потому что просто, ну, программное обеспечение не безграничное. Но игровые границы в играх песочниц действительно достаточно широки. Ну, опять-таки, вот яркий пример, в GTA San Andreas, классике серии вообще, у вас три города плюс сельское пространство между ними. Гуляй не хочу. Иногда там целые гигантские континенты могут стать игровым пространством в игре песочницы. Второй признак – это изобилие квестов, назовем это так. То есть в игре песочного типа по этому игровому миру с широкими границами разбрасывается, как правило, великое множество всяких способов вот как бы игроку себя развлечь. Ну, условно, вот у нас есть некая игровая карта, неважно, она на экране нашего компьютера или нарисована на столе, если мы играем на столку. Ну, вот у нас есть игровая карта, и вот на этой игровой карте у нас великое множество всяких флажков и тегов. Вот здесь у нас дают квест по основному сюжету, вот здесь у нас дают такое второстепенное задание, здесь можно взять там контракт на монстра, пойти монстра побивать, здесь можно пройти мини-игру там на стане лучшим рыбаком континента, там поймай 30 рыбок, получи котика, здесь можно поиграть в гвинт, помним, да? Геральт, ты хочешь поиграть в гвинт? Вот здесь можно сделать еще что-нибудь, а здесь можно вообще ничего не делать, здесь можно, там, не знаю, наматывать круги на каком-нибудь тренировочном, гоночном треке, просто тренировать свое умение, там, не знаю, водить машину, как в GTA. Великое множество вот этих вот тегов, подойдя к каждому из которых, игрок получает какую-то дозу развлекательного контента. Ну, как песочница, вот игрушки лежат, вы подошли, взяли игрушку, поиграли, потом оставили, подошли, взяли другую игрушку и так далее. Вот это вот песочница. И из этого, из того, что вот этих вот квестов и способов себя развлечь великое множество в игре песочницы, вытекает ее третий и, пожалуй, самый важный, на мой взгляд, признак, о котором, тем не менее, часто забывают. И этот признак, это замороженность игровых событий во времени. Что я имею в виду? Вот вспомните любую игру серии GTA, в которой вы играли. Помните, как там устроено прохождение основных сюжетных квестов. Там такой красный кружок на земле светится, вы подходите к красному кружку, если вы подошли к нему в правильное время, то запускается сюжетная миссия. И вот вы к этому красному кружку можете подойти, когда захотите. Сюжетная миссия никуда от вас не убежит. Сюжетная миссия никуда не денется. Персонаж, который вам эту сюжетную миссию выдает, или который вам в ней сопутствует, там, не состарится, не уедет в другой город, ничего с ним не случится. Он будет вас ждать. Хоть час игрового времени, хоть сутки игрового времени, хоть сутки реального времени, сколько надо, столько и будет ждать. Или вот другой яркий пример из другой игры, вторая серия, так называемой Аркхемской серии игр о Бэтмене. Бэтмен Аркхем Сити. Основной сюжет там крутится вокруг некоего зловещего плана, зловещих злодеев, который называется Протокол 10. В начале игры голос по громкоговорителям в этой гигантской резервации, где происходит действие, говорит нам, что Протокол 10 будет запущен через 10 часов. И вот после этого вы за Бэтмена можете заниматься чем хотите сколько угодно времени. Вы можете тупо наматывать круги по игровому миру, там, летать на плаще. Можете бетарангом лопать воздушные шарики. Да, там так можно. Можете выполнять второстепенные задания связанные со второстепенными злодеями. Можете собирать зеленые знаки вопроса. Можете собирать коллективлс, да, вот эти вот, ну, фишечки, штучечки, которые открывают какие-то новые дополнительные материалы. Хотя буквально в игре заявлена некая вот временная точка, когда сюжет, по идее, сделает новый виток 10 часов, да, вы можете в реале 10 часов вообще не приближаться к основному сюжету, и время не сдвинется внутри игры. Протокол 10 не запустится, пока вы не подойдете к отметочке на карте и не продолжите игровой сюжет, пока вы его не пройдете до конца. То есть, несмотря на то, что вроде бы по сюжету время идет, на самом деле оно не идет, на самом деле игра вас ждет. Вот это, пожалуй, самый важный признак игры песочницы. То, что игра не просто предлагает огромное количество способов провести время, огромное количество вещей, которыми можно заняться, но еще и то, что игра вас, как правило, не торопит, не предлагает вам скорее-скорей торопиться, иначе будет поздно, а дает вам возможность заняться чем-то еще, пока вы не заинтересуетесь каким-то игровым квестом. Другой пример, тоже достаточно популярный, достаточно на слуху, основной квест в третьей части Ведьмака Дикой Охоте. Поиск Цирилы, суррогатной дочери Геральта, ее спасение и зла в Дикой Охоте не такое срочное дело, как его позиционирует игра. Даже мемы про это выходили же, как Геральт приносит к Цири уже гигантский мешок этих цветов, которые он собрал по всем локациям для своих эликсиров. Потому что игра вас не торопит по факту. Какие-то неигровые персонажи могут вам, конечно, говорить, что вот, значит, давай, иди спасай Цири. Но по факту никто не требует и ничто не требует от вас заниматься этим прямо сейчас и немедленно. И в этом, на мой взгляд, содержится очередная, не содержится, пардон, кроется основная слабость Песочницы как способа построения сюжета в ролевой игре. Да, Песочница в несомненном своем активе, в несомненных своих плюсах имеет то, что она предлагает игрокам свободу. Причем свободу такую зримую, да, вот буквально. Чем хочешь, тем и занимайся. Хочешь, мир спасай, а хочешь, тренируйся на лучшего рыбака Кэдвена, например, да, или на машинах гоняй просто по городу, тоже интересно. Ну, или если там в настольной ролевой игре, хочешь, мир спасай, а хочешь, зачищай подземелье, копи сокровища, лутай их, грубо говоря. Но, на мой взгляд, важной составляющей любого интересного сюжета является вот эта вот срочность, то, что по-английски называется urgency. Вот это вот ощущение, что мы должны поторопиться, иначе нас ждет поражение, что у нас есть вот какой-то дедлайн, какая-то красная линия, после которой мы потерпим неудачу в каком-то важном для наших персонажей деле. И если эта красная линия все время сдвигается, если эта срочность, она как бы остается только в словах и скриптах, и на самом деле ничего срочного в условном основном квесте нет, то в игре может наступить такое ощущение, знаете, легкой монотонности и рутинности. Как бы, да, много всего интересного, но ничем из этого не нужно заниматься прямо вот сейчас. А когда вам чем-то не нужно заниматься прямо сейчас, то немножко падает и, ну, ощущение важности, ценности этого. Видите, когда вам не нужно искать Цириллу прямо сейчас, то игра в Гвинт вдруг оказывается ну, как-то даже поважнее поисков вашей суррогатной дочери, потому что дочь-то вы найдете потом, а Гвинт, он вот прям здесь, вот он прям сейчас вам предлагает сыграть. Так не лучше ли сыграть в Гвинт вместо того, чтобы искать вашу суррогатную дочь? Ну, это, конечно, условности игрового мира во многом, но я еще раз подчеркиваю, что вот принципиальная слабость Песочницы может заключаться в отсутствии вот этой срочности, вот этой вот urgency. А потому сейчас мы поговорим о формате построения сюжета в ролевой игре, который, честно говоря, мне самому кажется наиболее удачным, наиболее удобным. И это тот формат, который я тоже, как правило, стараюсь использовать. Это формат, который называется фронты, буквально France по-английски. Если что, речь здесь идет не о фронте, военном фронте, речь идет скорее о сравнении с грозовым или штормовым фронтом. Это понятие впервые ввели в ролевой обиход Винсент и Мэгери Бейкеры в своей игре 2010 года Apocalypse World. Ну и, соответственно, потом это пошло в настольные ролевые игры всего семейства, которое из Apocalypse World произошло, которое получило общее название Powered by the Apocalypse или сокращенно звездочка W. То есть вот всего этого игрового движка. Вот чтобы было понятно, как работает этот метод, давайте вспомним, как начинается гроза. Вот представьте себе грозовой фронт, который на вас надвигается. Сначала вы видите только обрывки туч на горизонте. И, возможно, думаете про себя, что, ну, возможно, это просто дождевые тучи, да и вообще пройдет стороной. Но тучи становятся все гуще, они все наползают, наползают, наползают. Вы видите, что это прям такая свинцовая сись в полнеба, что это будет не мелкий дождь, что это будет настоящая гроза. Потом начинает дуть ветер, он качает деревья, обрывает листья, становится холоднее, спускаются сумерки, солнце скрывается за тучами. Потом начинают бить по земле первые капли дождя. Потом вы оказываетесь уже под проливным дождем, под проливным, под проливными потоками воды, они хлещут на землю, они превращают землю под вашими ногами в раскисшее болото, ну и потом, если уж вам совсем не повезло и совсем дело плохо, где-то рядом с вами в дерево пьет молния. Вот он, штормовой фронт, да, он постепенно-постепенно надвигается и постепенно то, что он с собой несет, становится все более и более и более грозным и страшным. Вот по той же системе работают фронты в ролевых играх. То есть в рамках ролевой игры любой фронт это некая совокупность повествовательных угроз и проблем. которая надвигается, постепенно надвигается на главных героев истории, то есть на персонажей игроков и их ближайшее окружение. Возьмем простой пример. Предположим, персонажи игроков это фэнтезийные приключенцы, которые оказались в некоем фэнтезийном городе. Ну, какой-нибудь, Минастерет, такой, как во Властелине колец. И, как во Властелине колец, на этот Минастерет идет войной армия темного властелина. А наместник в этом городе положим абстракционист или просто хронический алкоголик, который не понимает, что происходит вокруг и не обращает внимания на то, что на его город идут войной. А, допустим, капитан гарнизона в этом городе это такой, знаете, Нед Старк, который, как бы, у него нет мозгов, зато львиная храбрость и доброе сердце. И он считает, что, да, война реально, война опасна, армия темного властелина идет на нас войной, но нужно не отиживаться за городскими стенами, а, типа, выйти нашим войском в чисто поле и дать им бой, потому что так будет по чести. И вот смотрите, в рамках этого сетапа, этой завязки, армия темного властелина, наместник-абструкционист и капитан гарнизона, у которого нет мозгов, зато львиная храбрость и доброе сердце, это все элементы одного фронта, который можно условно назвать осада города. Потому что все они, хотя они находятся по разные стороны конфликта и зачастую находятся в прямом конфликте друг с другом, все эти персонажи и эти фракции, они все работают на одну повествовательную цель. Создать ситуацию, когда город осажден, город штурмуется, в городе идет война. Еще один элемент, необходимый каждому фронту, это некое мрачное будущее. В некоторых играх семейства звездочка W его буквально описывают как Grim Future или Dark Future, то есть темное будущее, или Dark Portance, некое темное знамение. То есть это то, что произойдет, если фронт достигнет пика своей силы, если он реализуется полностью или практически полностью. Если разбирать пример с осадой города, то, например, таким вот темным будущим будет разрушение этого города. То есть армия темного властелина ворвется в город, выжжет там все, убьет мирных жителей, разграбит город и там, не знаю, сожжет белое дерево, например. Белое дерево в огне в третьей части Властелина колец это хороший пример такого вот темного будущего определенного фронта. Если персонажи игроков не приложат каких-то усилий, то это темное будущее совершится. Белое дерево будет гореть вместе со всем Минастилитом. И еще один важнейший элемент, необходимый каждому фронту, это то, что называют иногда отчетом катастрофы, иногда часами катастрофы, иногда просто часами. Суть в чем? Суть в том, что каждый фронт повествовательный развивается по повествовательной же эскалации от меньших последствий к большим, подобно тому, как гроза развивается от просто тучи на горизонте до проливного дождя и молнии, бьющие в деревья бьющих в деревья прямо перед вами, рядом с вами. Так и фронт состоит из череды событий, которые произойдут. Если главные герои истории ничего по этому поводу не предпримут или попытаются предпринять, но не сумеют. То есть, опять-таки, если разбирать пример с осадой города. Возможно, в начале вот этот фронт осады города проявится в том, что в город придут беженцы из окрестных деревень, которые армия темного властелина уже разорила, и вот бедным крестьянам негде жить, вот они пришли в город просить убежищ и рассказали про страшную армию темного властелина. Возможно, потом капитан гарнизон, у которого нет мозгов, зато львиное храбрость и доброе сердце, выйдет в чисто поле дать бой врагу и не вернется. Или вернется смертельно раненый, или попадет в плен, или еще что-то ужасное с ним случится. Возможно, после этого наместник-обструкционист решит вообще, там, не знаю, сдать город и побежит открывать врагу ворота. И его убьют по дороге, чтобы он этого не сделал, и это только создаст еще больший хаос и панику, потому что теперь даже номинально некому городу управлять. Возможно, после этого армия темного властелина, осознав, что в городе хаос и паника, пойдет на решительный штурм и начнет штурмовать городские стены. А после этого прорвется за городские стены и хлынет уже на улицы города и начнет вырезать гражданских. Вот она, наша последовательность событий. То есть, вот видите, что я сейчас сделал. Мы прошли череду событий. От в город пришли крестьяне до армии врага на улицах города режут всех подряд, бежать некуда, прятаться негде. События развиваются по эскалации от плохих, но еще поправимых к катастрофическим и уже неисправимым, когда темное будущее фронта реализуется в полной мере. Что важно подчеркнуть? Почему я считаю фронт наиболее удачной опцией, наиболее удачным вариантом конструирования сюжета в ролевых играх? Потому что фронт оставляет за игроками полную свободу действий по факту. То есть, у игроков и у персонажей есть полное право не интересоваться проблемами того или иного фронта, если им этого не хочется или нет времени. В некоторых играх, где используются фронты, даже предлагается и поощряется такая система, когда на персонажи игроков надвигается несколько фронтов разом, то есть, два, три, четыре, и они вынуждены выбирать, каким фронтом заняться, какую угрозу предотвращать, потому что на все не хватит времени и сил. Но при этом фронт создает ощущение живого интерактивного игрового мира. Игровой мир куда-то движется и как-то развивается, хотят того персонажи игроков или нет. И если персонажи игроков не хотят заниматься какой-то проблемой игрового мира, в какой-то момент эта проблема займется ими. Тут как политики. Не интересуешься политикой, политика заинтересуется тобой. Можно игнорировать тучу на горизонте и можно игнорировать даже порывы холодного ветра, но хлещащие тебе на голову холодный дождь и молнии, бьющие в деревья прямо рядом с тобой, игнорировать уже не получится. Тут, впрочем, можно отметить, что вот этот вот отчет, вот эти часы катастрофы, они могут у некоторых сценаристов и ведущих вызвать вопрос. Так, стоп, подождите. Но это те ужасные события, которые произойдут, если исключить фактор участия персонажей игроков. То есть, да, если персонажи игроков ничего не сделают, то капитан гарнизона, у которого нет мозгов за то львиная храбрость и доброе сердце, пойдет в чисто поле и не вернется. Ну, ведь персонажи игроков могут же как-то вмешаться, они могут остановить капитана, как-то его переубедить, предложить какой-то альтернативный план, разогазов дать ему по голове кувалдой, чтобы он никуда не ходил и не подвергался бессмысленному риску. Да, безусловно. Отчет катастрофы это не то, что должно произойти непременно. Еще раз подчеркну. Это то, что произойдет, если персонажи игроков не вмешаются в события фронта, либо вмешаются, но потерпят неудачу. То есть, фронт развивается не параллельно, а вопреки стараниям персонажей игроков. И персонажи игроков могут и даже в каком-то смысле должны предпринимать какие-то шаги, чтобы эти часы сломать. Другой вопрос, что тут есть несколько хитростей. Как можно дать персонажам игроков ломать эти самые часы, ломать вот этот отчет катастрофы, предотвращать темное будущее фронта и при этом сохранить достаточно серьезный контроль над повествованием. И два таких лайфхака я вам, пожалуй, сейчас расскажу. Лайфхак номер один это делать события вот этого отчета, события вот этого фронта не обязательно строго привязанными друг другу. То есть, если опять-таки брать наш пример с осады города, то, что капитан гарнизона вышел в чистополе и не вернулся, и то, что наместник-алкоголик решил сдать город и побежал открывать ворота, это два события, которые не связаны с другом на прямое. Одно может произойти, даже если не произошло другого. Даже если наши бравые герои остановили капитана и сохранили ему жизнь, наместник-алкоголик все равно может побежать и попытаться открыть ворота. Тут фишка не в том, чтобы события обязательно вытекали одно из другого, чтобы они шли такой непрерывной логической цепочкой. В конце концов, у разных элементов фронта могут быть разные мотивы, разные импульсы, разные позывы и побуждения к действию, и они могут действовать исходя из совершенно разных резонов и мотиваций, и быть никак не связаны друг с другом. Фокус тут в том, чтобы каждый новый пункт отчета, независимо от того, были ли предотвращены предыдущие или не были, чтобы каждый следующий пункт отчета выглядел весомее и страшнее предыдущего. То есть, возвращаясь опять к нашему примеру, вот пришли в город крестьяне, и их было нечем кормить, а персонажи игроков как-то вот занялись проблемой этого фронта и нашли чем накормить крестьян. Отлично. Следующий пункт отчета. Капитан гарнизона валит в чисто поле воевать с врагом. Это уже опаснее, потому что под угрозой не какие-то там безликие статисты, крестьяне, а капитан гарнизона. У него там есть имя, личность, может он кому-то из персонажей игроков даже нравится. Хорошо, не дали ему выйти в чисто поле, спасли капитана гарнизона. Следующий пункт отчета. Наместник-алкоголик бежит открывать ворота неприятелю. Если он откроет, все, пизда всему, враг ворвется в город вообще беспрепятственно. Опаснее, опаснее, опаснее. Быстрее, выше, сильнее. Каждый раз. Больше, 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 ставки все время повышаются. Независимо от того, насколько успешны были предыдущие старания персонажей игроков. И второй лайфхак, который я здесь озвучу, это то, что часть вот этих вот событий, которые ведущий или автор игры разрабатывает для часов катастрофы каждого фронта, часть этих событий может быть вынесена как бы за скобки, за кадр. То есть, произойти без участия персонажей игроков и, соответственно, ограниченно лишить их возможности повлиять на события этого фронта. Такой подход используется, например, в замечательной настольной ролевой игре «Монстр недели», где игроки играют за команду охотников на чудовищ, типа героев сериала «Сверхъестественный» или «Баффи истребительница вампиров», и они каждую новую сессию выслеживают и побеждают какого-то монстра и его приспешников. Прикол в том, что когда ведущий для этой игры прописывает вот этот вот отчет катастрофы, какие там ужасы сотворит монстр, если охотники не вмешаются и его не остановят, игра напрямую дает рекомендацию, правило напрямую дает рекомендацию первые несколько пунктов выносить как бы во время до начала игры. То есть, это то, что монстр уже успел совершить. То есть, если условно в этом вот отчете, в этих вот часах есть шесть пунктов и первые два пункта это там условно монстр пробуждается и второй пункт это там монстр съел случайного прохожего, который шел по лесу. Вот эти два пункта можно вынести во время, до начала игры, как бы в закадровое пространство. Монстр уже проснулся и уже съел случайного прохожего. Переходим к более опасному этапу истории, потому что когда игроки, охотники в историю войдут, им нужны высокие ставки, им нужно уже оказаться в ситуации, которая уже как-то развивается, уже идет. И что-то они уже не смогли предотвратить. Ставки уже выше, чем ноль. Ставки уже поднялись на определенную высоту. Что ж, на сегодня, пожалуй, все. Я надеюсь, что это видео было для вас познавательным, интересным. Пишите в комментариях, если хотите с чем-то поспорить, если вы были с чем-то не согласны. Пишите, пожалуйста, в комментариях, хотели бы вы услышать какие-то еще теоретические разборы вещей из ролевых игр, настольных ролевых игр, в том числе, в особенности. С удовольствием их сделаю. Пишите темы, которые вы хотели бы услышать. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь на второй канал, где выкладывается золотое прохождение господина Бранта. Буду вам за это признателен. Ну а пока до встречи у экрана. До новых свиданий.